И вот здесь две главные лексемы задействованы на Смоленщине, о речи евреев. Жиды между соби, голды, голды. Или еще говорят, гырканья, гыркают они. Значит, жидовского гырканья не понимаю. Это из смоленского словаря Добровольского. У поляки определяют специфичность речи евреев, говоря о том, что они шваргоча. Шваргоча, як жид. На самом деле шваргот – это такой гортанный ковр лопотания. Иногда употребляется по отношению к немецкому языку. Это к вопросу о родстве еврейского и немецкого. То есть вот такая гортанность произношения тоже фиксируется и на языковом уровне во всяких пословицах, поговорках и характеристиках. И интересно, что такими же точно словами, гырканья, шваргот, голды, иногда обозначается неадекватное, ненормативное речевое поведение своих. Если кто-то там, так сказать, из своих громко кричит, там орет, шум, гам стоит, то говорят, что они гыркают, гыркают, як жиды, кричат громко, очень, шумно. И в связи с этим интересно отметить зафиксированное в традиции украинцев, белорусов и поляков представление о том, что некоторые птицы, в частности удод, они разговаривают на своем птичьем языке с еврейским акцентом. Вообще удод считается еврейской птицей, называется в этих регионах еврейской кукушкой. И считается, что вот он как раз в речевом отношении ведет себя точно так же, как и евреи. Потому что украинцам, белорусам и полякам в его крики слышится слово еврей, ют-ют, либо слово что наидиш, вуз-вуз или восс-воз. Жидивская зозуля кричит, вуз-вуз-вуз, а вуз по-жидивски шчо. Вот вам, так сказать, сразу лингвистическая мотивировка. Вуз-вуз-вуз, каже вуз. Ну или просто говорят, что, значит, этот самый удод гергечит як жиду, гуд-гуд-гуд-гуд. А наша зозуля ку-ку-ку-ку, значит, наша правильно кукует, а это по-еврейски. Ну и, соответственно, если опять же собрать все, как говорится, представления о иноязычии удода, у меня по этому поводу в свое время была отдельная статья, это еще очень интересно оказалось по Полесью, я из Полеського архива нашего выбирала материал, окажется, что этот самый удод неблагозвучный, что он делает? Вуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд в синагойке, в школе. Значит, то есть здесь как бы и язык чужого богослужения тоже оказывается такого своего рода заумью, да, которое непонятно и которое может быть приравнено вот к языку животных и птиц. И здесь уже один шаг всего остается до того, что чужой язык начинает восприниматься как вариант магического языка. С одной стороны, если он природен к зауме, а зауме это первое дело в магии, то, соответственно, и с помощью чужого языка можно использовать в магии, ведовстве и колдовстве. Как это делается, я вам через 5 минут расскажу. И в этом отношении получается, что любой иностранный язык встает в один ряд с так называемыми тайными языками или языками профессиональных сообществ, которые, как известно, существуют. Там особый свой язык был, например, у валяльщиков валенок, которые не хотели, чтобы секреты их ремесла узнали посторонние. И еще много можно примеров приводить, но у нас сейчас именно вопрос об иностранных языках, о чужих языках. И вот в одной сербской быличке рассказывается, как заболевший лихорадкой турчин, турок, обратился за помощью к бабе сербской, которую ему рекомендовали как знахарку. Но на самом деле его обманули, она лечить-то не умела. Но, боясь признаться в неумении, баба взяла, значит, она ведь не представляла, ну как это приблизительно делается, она взяла веретено, стала махать им вокруг головы турка, но это, на самом деле, такой известный магический прием, в общем-то, целители им пользуются, и стала бормотать. Усене бусене, учао бучао, око куче без обуче, око слама без долама. Значит, здесь в этом тексте ровно четыре слова имеют значение. Значит, куча дом, обуче обувь, ну, слама солома и долама одежда. Ну, вообще, на самом деле, у нее получилась полная, конечно, такая чепуха. Но она, значит, это проговорила и дальше завершила текст традиционной формулой изгнания болезни, тот минимум, видимо, который она знала. «Иди, беда овде, эти места не есть». «Иди отсюда, значит, беда, болезнь, тебе здесь места нет». И после чего турку мгновенно полегчало. То есть вот вам, так сказать, сила, моя магическая сила чужого слова. Показательные примеры отношения к чужому языку, как к колдовскому, были зафиксированы исследователями в регионе совместного проживания, например, марийцев и русских в Ржумском районе, в Кировской области. Русское население, которое в большинстве своем не владеет марийским языком, считает, что марийцы на своем языке способны заклясть клад или навести порчу. Ну, это такое тоже традиционное, в общем-то, поверье. А для марийцев речь русского населения, которая содержит большое количество матерных слов и выражений, осознается, значит, ими как речь черта. То есть русские говорят на чертовском языке. И, естественно, язык этот воспринимается как более характерный для нечистой силы, нежели для правильных людей, которыми, естественно, считают себя марийцы. Вспоминаем сразу самый пресловутый этноцентризм. Приведу вам один пример восприятия чужого языка как некой гласолалии. Это, как говорится, случай из жизни, рассказчик, информант, может быть, по живой старине вы знаете его публикации. Это известный русский фольклорист Виктор Григорьевич Смолицкий рассказал случай из своего детства. Его детство прошло в местечке Сурож Брянской области. То есть это как бы такое еврейское местечко. И он рассказал следующий случай. А тут, значит, опять мама рассказывала. Синагога-то напротив была, дома, где жила его семья, дед и бабка. Это в Сурожи. Меня летом туда привезли. И идет там какой-то знакомый, сосед. И говорит матери, иди, забери своего гоя, забери своего гойку. А в чем дело? Что случилось? И вот она побежала в церковь. Здесь характерная оговорка. Вообще в речи, скажем так, русскоязычных евреев, часто слово синагога заменяется словом церковь. Особенно если, ну как бы, публика достаточно ассимилированная. И вот она, значит, побежала в церковь. А я стояла, значит, на Акилумусе, Аталис, вот эту ритуальную молитвенную еврейскую одежду, где я взял, не знаю. И, значит, крещусь и молюсь. Бобин-мобин, бобин-мобин, бобин-мобин. Языка я не знал. И вот, значит, я изображал молитву. Ну, когда при дальнейших, значит, расспросах, почему, значит, вот, да, и он говорил, что он видел, как молится дед, и, естественно, ну и, может быть, там, как молились другие евреи старшего поколения, он, значит, вот стоял, раскачивался, значит, накрытый этим самым талисом, раскачивался так, как еврей, значит, что-то бормотал, но при этом еще и крестился. Потому что он, как бы, имел представление, поскольку его детство, значит, проходило в московском дворе, где были, в общем, перемешаны разные традиции, он знал, что вот при, по рассказам, значит, своих, там, товарищей, у кого были православные бабушки, что при входе, там, в церковь и вообще-то при молитве нужно креститься и кланяться. Таким образом, вот он здесь совместил, значит, эти две традиции, причем, надо сказать, что, ну, Виктор Григорьевич, как, уже тогда, наверное, задатки профессионального фольклориста у него были, потому что я когда-то спросила, сколько ему лет было, он говорит, ну, лет пять, не больше. То есть вот маленький ребенок очень четко уловил две, ну, как бы так, характерные особенности молитвенного поведения, плюс непонятный вот этот язык, и все это инсценировал, значит, в синагоге, за что его обозвали Гоем, то есть не евреем. Вот, и пришлось его, значит, оттуда изымать маме. И вот в этом отношении показательное отношение вообще взрослых к детским забавам с использованием заумной речи. Ну, по свидетельству, например, из западной Галиции, старшие запрещали детям говорить, вставляя в слова дополнительные слоги. Ну, это вообще такое, вот, в подростковой среде характерное такое явление. Я всегда потрясалась, с каким мастерством, значит, это все проговаривается, и как вообще они не ошибаются. Действительно, допустим, через каждый слог вставляют какое-нибудь лишнее звукосочетание. Ну, там, фи, фо, фа, и, в общем, получается такая азава у меня, понятно. Причем они друг друга понимают прекрасно, а родители и учителя не понимают ничего. И вот, ну, вообще, на самом деле, это штука с традициями, потому что вот это самое свидетельствие западной Галиции, это начало XX века, публикации 1104 года. И так, значит, вот нельзя, запрещали детям говорить, вставляя в слова дополнительные слоги. Например, фи, дэй, фи, жэ, фи, ми, фи, то, фи, яба, фи, ко. Значит, если мы все фи уберем, получится дэй же ми, то яблоко, дай мне яблочко. И мотивировали этот запрет тем, что именно так говорили между собой евреи, когда мучили Христа. То есть вот это вот иноговорение, да, гласолалия, воспринимается как еврейский язык и неправедный, неправильный, да, которым пользоваться нельзя. Ну и, естественно, отсюда мы сразу можем перейти к еще одному аспекту, это когда чужой язык работает в обрядовом контексте, а именно когда ряженые, да, на святке, на масленицу, на свадьбе, изображая всяких чужих персонажей, пользуются чужим языком. Причем иногда это чужой язык, конечно, может быть просто набором каких-то там бессмысленных звуков слов там и звукосочетаний, а иногда просто используются элементы языка этнического соседа. Ну, вы прекрасно знаете, что, значит, среди персонажей ряженья рождественского, там, и масленичного, и другого, присутствует помимо там козы, медведя, там, аиста, журавля, там, кого еще водят, всяких животных персонажей, маски чужаков, инородцев, и иноверцев. И в зависимости от того, где дело происходит, рядились либо в цыган, либо, значит, евреев, либо в китайцев, как это делали русские в Сибири, где у них, значит, основной инокультурный элемент был оттуда. И с одной стороны, вот в речи ряженых чужих присутствует вот этот зал, а с другой стороны, довольно точно фиксируются особенности речи, национальный акцент вот тех персонажей, кого они изображают. И вот даже в публикациях, например, вертепных текстов, текстов вертепной драмы, которая в западных областях славянского мира разыгрывалась на Рождество, речь вот этих вот чужаков, там обычно присутствуют цыган и евреи, она всегда маркируется определенным акцентом, иногда довольно точным. Ну, вот, например, в святочном обряде маланков при Карпатье, который на Новый год исполняется, объектом пародирования было богослужение иноверцев. При этом, значит, ну, приходили ряженые, среди них был раввин ряженый, парень в длинном черном кафтане с пейсами из соломы и ермолкой на голове. Под мышкой он держал черную книгу, вот это очень характерно, да, потому что черная книга для славянского представления, так сказать, есть не что иное, как вот та самая черная магия, с помощью которой колдуют. Но с другой стороны, значит, вот книга под мышку еврея, это такой стереотип ученого еврея, да, мудрого еврея. И, значит, книга эта якобы изображала талмуд. И раввин, в кавычках, начинал как бы представлять богослужение в синагоге, манипулировал с книгой и зажженной свечой, делал какие-то таинские знаки, а при этом дружина ряженых, которые его сопровождало, пели. Шли же деда школы, богуся молитий, ух, вей, зиг, вей, трон, шаба, шунтер, хлейбан. Ну, как бы, вот две последние строки имитируют, как бы, да, речь еврея, речь на итиш. Здесь характерно употребление вот этого слова «вей», которое даже вот в фольклорной текстологии получило название, этот прием «вейканье», когда вот в песенках, в присловиях, да, в рассказах, когда имитируется речь еврея, вот это вот «ой-вей-вей-вей-вей» обязательно является элемент. Но это действительно такое, как бы, характерное звукосочетание для еврейских песен на итиш, для всяких вот таких вот закличек, да, и это как бы вот цитируется, да, берется в качестве опознавательного знака в славянскую традицию. Ну, вот во время масленичных обходов в Польше, когда, значит, водили по домам чучела Туроня, ну, такого какого-то полумифического, значит, животного, который должен был тоже принести благополучие и плодородие в дом, значит, водил его еврей. И вот здесь вот интересно, что здесь еврей, конечно, выступает со знаком «плюс». Чужак как податель благополучия, богатства, обеспечивающий, так сказать, приплод животных в доме, здоровье домочадцам и так далее. Это вот для контекста ряжения очень важно. Вот, значит, они приходили, значит, в дом, и еврей ряженый пел с акцентом, благодаря Бога за то, что тот не создал его ни волом, ни собакой, ни котом, а сотворил жидким абрамом, бедди собеседзил, якупан за крабом, значит, который бы сидел всю жизнь за прилавком, как пан. Ну, или, например, на второй день свадьбы, когда разыгрываются всякие вот такие вот шуточные сценки с участием ряженых в одном из, так сказать, польских регионов, Мазовше, приходили евреи-купцы ряженые и предлагали свой товар гостям, значит, как бы торговались символически, значит, перепродавая друг другу невесту и обращались к присутствующим на еврейском языке, но тоже, в общем, имитируя так более-менее похожую речь евреев. Ну и, да, иногда любопытно, что вот речевое поведение чужаков сводилось к нулю, и вот их молчание, да, немота, тоже являлось знаковым, так сказать, таким признаком. И вот пример из, опять же, Польши, когда на Масленицу, то есть в канун Великого Поста, по улицам местечка молча скакали верхом на лошадях ряженые в белые полотняные рубахи татары. И вот их, так сказать, они ничего при этом не говорили, но вот отсутствие речи – это тоже был показательный знак вот этой маски. Ну или, например, в деревенских костёлах тоже на кануне Пасхи молодые парни наряжены в такие странные наряды, и их называли, так сказать, окружающие турками, разыгрывали в костёле немые сцены, такие вот как бы, только с жестами. То есть вот немые чужаки присутствуют здесь в качестве, вполне, так сказать, в материальном обличии. Ну вот, это что касается, скажем так, области фольклорно-мифологических представлений о чужом языке. Но, как я уже сказала вначале, помимо области мифа, существовала ещё и область быта, то есть область повседневного соседства, когда действительно коммуникация должна была обеспечиваться на адекватном уровне. И здесь представление о том, что чужой язык – это залом, колдовской язык, птичий язык и так далее, оказывалось недостаточным. И поэтому, если мы обратимся к области быта и посмотрим, как там функционировали разные языки, то здесь, в общем, мы увидим несколько иную картину. Оказывается, что вот в этих самых областях тесного этнокультурного соседства языковая толерантность достигала значительной степени, очень значительной степени, и во многом иногда корректировала вот эти вот ментальные стереотипы, сглаживала те предрассудки, которые по отношению к чужим существовали. И вот я уже говорила о том, что хотя евреев, например, в Полесье нет со времен Второй мировой войны, в памяти местных жителей сохраняется и лексика, и набор всяких фраз, которые необходимы для минимального общения на идиши. И вот тот самый, значит, дед Юхим, которому я вам рассказывал, 90-летний старик, рассказал историю о том, как, например, благодаря знанию еврейской азбуки, то есть числительных, он с выгодой для себя сторговал коня у еврея, или как с помощью двух еврейских слов он сумел, так сказать, выкрутится из очень сложной жизненной ситуации. Ну вот, значит, первый пример про, значит, прочислительный. Он сказал, что я эту еврейскую азбуку с детинства знаю, и бодро просчитал мне на идиш до 10. Я потом рассказал случай из жизни, что как уже при советской власти, но еще до войны, то есть это вот, ну, только-только их, значит, присоединили к Советскому Союзу, он поехал в Луцк за зерном, у него по дороге захромал конь, и он понял, что дальше ехать нельзя, и тут, значит, видит, еда жидок верхом конякую, о, и каже, поменяемось, ты же не доедешь. Ну и он согласился, значит, уже смеркается, ночь, страшно самому, а у меня 100 рублей еще есть, ну, это было в сороковом родце, кажись. Ну, в общем, короче говоря, сначала он не согласился на обмен, а потом спрашивает, а сколько ты хочешь за этого коня, 100 рублей, а, отвечает еврей, а, кажу, богато, много, нет, не буду торговаться, значит, поеду. И вот еду, значит, и дальше как-то он там пробирается по дороге, я навстречу, значит, еще раз, там, как бы тут же подъезжают два еврея. А шо, Минкес, Минкес, это они зовут этого третьего, с которым уже беседует дед Ефим, гер-гер, ну, значит, это как бы, на самом деле, слушай, наивишь, он озвучивает то, как они между собой разговаривают. И, значит, спрашивают евреи друг друга, вифил косте, о, скильки коштуи, это он переводит для меня, значит, сколько стоит лошадь-то, кобыла, вифил косте, скажет, зебецик, а зебецик это 70, значит, говорит дед Ефим, значит, мне рассказывает, а так-то тот ему сказал, что 100, а на самом деле красная цена коню 70, а дед Ефим-то слышит и понимает, что его собираются надуть. И, значит, он, а я эту, значит, жидивскую азбуку смоленства понимаю, вот так, эйц, вей, дрейф, фир, зек, зеб, дальше, и зебецик это 70. И в итоге, значит, короче говоря, сказал он, что больше не даст, и когда евреи как-то вот попытались его еще раз переубедить, он сказал, ну вы же сами сказали, что коню красная цена 70, а откуда ты знаешь? А он говорит, а я знаю, потому что зебецик, по-вашему, 70. Ну и они засмеялись и поехали. То есть таким образом он, значит, еще и как бы выгоду получил. А второй случай, значит, это уже во время войны, когда у них на немцы на мясо забирали коров, а у деда Ефима в это время было уже четверо детей, и как-то вот корову молочную ему отдавать, значит, ну, было никак нельзя. Но зато был у него теленок, телок такой хороший, значит, толстенький, гладенький, но не коровы. И он решил сдать на мясо этого самого телка вместо коровы. Будь что будет, значит, и они все построились из этой самой села Речицы и пошли со своими коровами в Брест сдавать их на мясо. И соседи здесь над ним смеются, говорят, да ты что ведешь вообще? Сейчас тебя там мало того, что не возьмут, прогонят, еще и получишь от немцев. Ну, что же делать? Ну, как будет, так и будет. И соседи смеются, смеются, да это что ж такое за бычок, куда ж ты его денешь, кто его примет? Ты разве не бачишь, яку трескотину даватый? Куда ты денешь такую? Ну, пригоняемо, и сдают, сдают, а я на самом узаде остався, встал в конец очереди скромно. И пригоняю до его, значит, до этого немца, приемщика, а он дивится и смеется, скажет, клейне, маленький, он мне переводит все время, значит, с одной стороны озвучивает, потом переводит, маленький, клейне, кажет, а бычок был такой хороший, гладкий, а я кажу, пан, а ли флейш гут из клайна? Небрежно, да, наидишь, обращаясь к немцу, говорит дед Ефим. Али пан, мясо хорошее, он для меня переводит. Две слова, а помогло, я кажу, пан, а ли флейш гут, он, йо-йо-йо, интересно, что, значит, в его интерпретации немец ему отвечает вполне тоже наидишь, йо, я-йо, йо-йо-йо, давай, и пошел. То ты в соседи волоси рвали, о ка шось, бычком-ка отбився, два слова, а помогло. Вот, значит, это к вопросу о пользе знания языка иностранного. Ну и, как вот уже этот пример я вам приводила, да, возможность договориться с немцем при помощи еврейского языка, этот самый дед Ефим мотивировал тем, что немецкие и еврейские языки похожи, и немцы с евреями всегда друг друга понимают. И в связи с этим, ну как бы это не его одного личное мнение, потому что из разных регионов вот такого соседства происходят, например, такие свидетельства, вот западная Белоруссия. Жиды мают мовы вельми неподобно на нашу, непохожих язык на нашу. Яны говорят, як немцы. Что, в общем, вполне созвучно наблюдению деда Ефима. Более того, фиксируется замечание носителей славянской традиции о том, что еврейские и немецкие языки похожи, потому что евреи и немцы являются представителями одного этноса. У жидов и у немцев разговор один, они одна нация. Вот это, конечно, очень любопытно, потому что здесь, в общем, действительно такое тонкое наблюдение, потому что оба языка, немецкий и идиш, относятся к германским языкам. Это, в общем-то, действительно родственные. А то, что, скажем так, языковая схожесть может свидетельствовать о непосредственном родстве, евреи оказываются родственниками немцев, подтверждается этим примером. И вот такое же подтверждение относительно идиши немецкого есть и в словацком фольклоре, когда немецкий язык объявляется языком евреев. Евреи говорят по-немецки. Но здесь, я думаю, что на самом деле это не какая-то, так сказать, не мифология, а отчасти отражение реальной действительности, потому что многие евреи Австро-Венгрии, ну, словацкие земли входили в Австро-Венгрию, действительно были, так сказать, ассимилированы. И разговорным языком, их, так сказать, языком общения был немецкий язык, и они называли себя немцами Моисеева Закона, так сказать, ну, не евреями, да, как бы вот, а сближаясь таким образом с немецкой культурой. Ну, и, значит, еще один пример из Подолии, это мы там были, значит, в экспедициях в Винницкой и Хмельницкой области, и большинство местечек, где вот мы работали, где и где до войны был очень высокий процент еврейского населения, сейчас там евреев нет уже и, так сказать, вообще, но их очень хорошо помнят. И вот одна замечательная рассказчица, такая баба Юзефа, вполне, так сказать, католическая бабушка, она всю жизнь занималась тем, что она служила вот в еврейской семье, этим же занимались ее мать и бабка, то есть такое вот, ну, профессиональное, как бы уже у них было занятие, да, помогать евреям по хозяйству, ну, соответственно, особенно в субботу, когда существует у евреев запрет на всякие работы, и тут, в общем, вот эти вот шабос-гои были просто незаменимы. И она говорит, рассказывает, что она понимает по-еврейски, все понимаю, меня евреи не продадут, не продадут, а читать не могу, что хочет испытать, я вам скажу по-еврейски, что оно называется. С детства знаю, а детина скоро научается, ну, конечно, так сказать, естественно, детей легче учить иностранным языкам, да, чем взрослым. И вот у других, с другими, когда мы разговаривали, так сказать, информантами, многие вспоминали своих там матерей, бабушек, которые общались легко на идиш с соседями евреями, и, а вот эти люди, ну, помнят какие-то отдельные слова и выражения, ну, а вот этот вот самый билингвизм своих предков, они оценивают очень высоко как-то, относятся к этому с уважением, что вот они могли, а мы уже не знаем, не помним, если бы, ну, как бы, хотели бы, вот, да, вот и научились бы теперь, но уже спросить не у кого, потому что еврейская культурная составляющая из этих местечек ушла. Большинство рассказчиков свидетельствовали о том, что в быту соседи евреи между собой общались на своем языке, то есть на идиш, но когда они выходили, так сказать, во внешнее пространство из своего дома, ну, на тот же базар, да, или куда-то еще, они тут же становились билингвами или даже трилингвами, то есть в обиходе был и местный, так сказать, диалект украинский-белорусский, и, ну, какой-никакой русский язык, значит, и очень часто евреи между собой, например, могли в присутствии тех же, ну, в широком каком-то, так сказать, общественном окружении, в присутствии местных украинцев-белорусов общаться на русском языке, ну, такого, как бы, по своеобразному русскому языке, скажем, но, тем не менее, он по статусу, как бы, считался выше местного вот этого говора, на котором говорят окрестные сельские крестьяне, и поэтому к евреям относились очень уважительно, как к ученым, так сказать, людям все еврейское сообщество считалось, ну, наголову выше по своей учености всех окружающих славянских, так сказать, представителей. Интересно, что, значит, вот при том, что, значит, вот, как бы, есть свидетельство о том, что эти самые славяне активно осваивали идиш, ну, если вот они, так сказать, находились в профессиональных или каких-то там социальных отношениях с евреями, но есть рассказы о том, как иногда опыт коммуникации не удавался. И вот один житель белорусского местечка, это из Гродненской области запись, решил выучить еврейский язык, но евреи почему-то не хотели с ним на нем разговаривать. Я, коли был маленький, так отдали меня на службу до жидов Василишки. Ну, я и подумал, вот научусь по-жидовску говорить, может, коли и придастся, может, когда и пригодится. Но только старые жиды и детям своим, таким, як я, забороняли отзываться до меня по-жидовску. Вот интересная здесь реакция как бы старшего поколения, почему-то они вот своим, так сказать, детям запрещали с этим мальчиком разговаривать по-еврейски. Может быть, он выучил не ту версию еврейского языка, не тот диалект, скажем так, поэтому они считали, что вот он говорит неправильно и не вступали с ним в коммуникацию. Но такие случаи тоже есть. Но в то же время есть свидетельство о том, что евреи говорили, вот даже в семье говорили между собой по-русски. Но я думаю, что это на самом деле, в каждом таком случае надо разбираться с конкретной ситуацией. Вот тот рассказ, который мы записали в местечке Копайгород, это Винницкая область, когда мы в это местечко попали, там проживала в это время единственная уже оставшаяся, так сказать, от всей общины единственная еврейка, Дора Иосифовна. Она была 24-го года рождения, значит, в 2001 году, ну, уже, в общем, достаточно пожилой человек. Но она была из интеллигентной семьи, ее папа был учителем в местной школе, причем школа там была еврейская. Но дома, как она вспоминает, они предпочитали говорить по-русски. И мы ее спросили, знаете ли вы еврейский язык, она говорит, я понимаю все, я и разговариваю, но очень плохо. Ну, потому что вот ассимилирована семья с одной стороны, с другой стороны, просто не с кем, уже много лет как не с кем разговаривать. Я ни с кем не общаюсь, все уже позабывала. А разговаривали в местечке по-еврейски? Нет, никогда. Я думаю, что здесь она проецирует опыт своей, так сказать, интеллигентной семьи на общую ситуацию вот этого городка. Я знала еврейский, но не учила, но я же в окружении евреев, так я запоминала все. Мой брат так вообще ничего не понимает. Евреи в местечке все владели русским, все разговаривали по-русски. И между собой мы только по-русски разговаривали. И еще евреи знали украинский язык, а старики не знали русский язык, разговаривали в основном так, чуть-чуть. Но вот здесь уже, значит, она приближается к объективной реальности. Старшее поколение, действительно, оставшееся в русле традиции, замкнуто, живущее, погруженное, так сказать, в свой мир, действительно русским языком не владело. Ну и вот, например, совсем свеженькая, как говорится, рассказ о том, как рассказывает женщина-украинка, которая долгое время прожила по соседству с двумя сестрами-еврейками, ухаживала за ними. И даже эти бабушки, в общем, завещали ей свой дом. И когда вот они умерли, она оказалась владелец такого, что-то огромного еврейского дома с галереей, там, скорее, двухэтажного. И, правда, не знает, что с ним делать, потому что дом очень ветхий и, в общем-то, как говорится, дышит на ладан. Но, на самом деле, вот внутри она показала, там и обстановка сохранилась, и многие предметы мебели стоят. То есть она, в общем-то, бережно относится к этому наследству. И просто было интересно даже посмотреть на те вещи, на старую мебель, да, на какие-то предметы-утвори, которые в этом доме еще стоят. И вот она рассказывала, что эти две старушки очень как-то любили заниматься с ее дочкой, с маленькой, когда она была маленькой девочкой, они учили ее еврейскими словам, да, еврейской речи. И вон ей учили, значит, доньку по-еврейски, воврытой. Она знала, кроме слова, речи не могла говорить, что была мала, но если бы дальше поучилась, то научилась бы. И вот мы спросили, а на каком языке говорили, вот, старожил это здесь? Только по-еврейски между собой. А украинцы знали еврейский язык? Ну, я, например, не знала, значит, ну, нам 50-го года рождения, это считается молодой формат, а люди постарше. Ну, кто долго прожил с ними, то, конечно. Вот у нас, значит, был здесь.